Вот тебе твоя заявочка, вот твоя заявочка, вот и вот, выбирай, что ты будешь делать. Этот автобус Людмила Володина каждый раз ждет с нетерпением. С тех пор, как в селе Малиновка закрыли школу, брать книги стало негде. Библиобус для пенсионерки – настоящее спасение. Его сотрудники привозят ей книги по заявкам. Правда, выполняют заказ не всегда точно. Когда-то в молодости я читал воспоминания, или Эдинбурга, там в последние дни падения Берлина, в последние дни Гитлера. Ну, они мне падение в Париже привезли. Ну, ладно, за это спасибо. Выбрать книжку по вкусу можно и прямо в автобусе. В картотеке уже 126 читателей. Выездная библиотека за день объезжает 13 населенных пунктов. Добирается даже туда, куда не ходит рейсовый автобус. Формировать книжный фонд сотрудники библиобуса стараются, исходя из предпочтений читателей. Детективы беру, такие жизненные, чтобы истории были. Бумажные книжки брать для того, чтобы почитать. Чтобы не в интернете, а просто как бы почитать. Семья Кубасовых выходит к библиобусу в полном составе. Глава семьи заказывает издание по пчеловодству, его супруга классику, а дедушка – исторические книги. Я даже не ожидал, что так в такой, не глуши, а в настоящее время, чтобы есть возможность почитать книги, которые тебя интересуют. Даже на заказ. Читатели в отдаленных поселках часто берут книги оптом. И себе, и детям, и соседям. Ведь в следующий раз такая возможность у них появится только через две недели, когда библиобус вернется снова. Пока в Калининградской области это единственная передвижная библиотека. Еще раз ложиться надо, здесь книга, в коробочках у нас, все красиво. Да что вы не переживайте, люди и ходят к нам.